Акция «Подари ей улыбку» проходит сегодня в 30 странах мира и Армения также присоединилась к этой акции. Наши волонтеры дарят цветы проходящим женщинам, девушкам, даря им весеннее настроение, праздник. И я сегодня хочу пожелать всем женщинам радости, мира, счастья, чтобы ничего не омрачало их женского счастья с праздником. Уважаемая ГАЭНЭ, поздравляем вас с праздником. По-вашему, что нужно сегодня Армянке, чтобы быть счастливой? Конечно, первым долгом нам нужен мир. Безусловно, чтобы наша республика вышла из этого тяжелого положения экономического. Конечно, и моральное состояние у нас тяжелое. Нужно, чтобы мы нашли в себе силы, и армянская женщина насильная и всегда может найти в себе силы и встать на ноги. Потому что это состояние, в котором мы сейчас находимся, нам, конечно, никак не подходит. Так что мы скоро выйдем из этого состояния. Теперь я хочу поздравить моих прекрасных армянок. Они красивые, они обаятельные, они умные, они прекрасно себя проявляют во всех сферах нашей жизни. Они прекрасно и проявляют себя в науке, в медицине, в политике, в искусстве. Ну, талантливые женщины, умные. Они прекрасные матери, они прекрасные хозяйки в доме. Так что я желаю, чтобы они были счастливы, они жили в мире, чтобы у них в семьях был мир, благополучие. И, конечно, всем здоровья желаю, чтобы они всегда были прекрасными, какие они есть от природы. Спасибо большое за этот сюрприз. Очень тронуто. И видела, как вы других женщин тоже поздравляли. Это очень трогательно и ценно. Спасибо большое. Для того, чтобы наши армяночки жили спокойно и счастливо, мы должны первые избавиться от Николя. Только в этой ситуации мы сможем быть счастливы и спокойны. Зло должно быть наказано и остановлено. Не имеет права продолжения этих людей на нашей земле. Спасибо большое. Ну, наверное, тоже, что ей было нужно лет 50 или 100 назад. Спокойствие нужно, ну, сейчас нам особенно, желание любить и быть любимой. Наверное, это вот самое главное для человека вообще. Ну, а для армянки, наверное, в частности. По-моему, не только армянской женщине, но и женщинам всего мира необходим мир в первую очередь. Чтобы они растили своих детей, внуков, наслаждались бы мирным покоем жизни, давали бы им образование. То есть это настолько просто быть счастливой. Это просто, чтобы обычные радости земные. Вот это и есть счастье. Когда сверху не падают бомбы, когда не стреляют, когда каждый день не надо кого-то хоронить. Вот это, оказывается, есть обычное счастье, которое в мирное время люди не ценят, к сожалению. К сожалению, привыкают к этому. Очень часто, даже забывая, допустим, во время обеда, когда наши бабушки, они всегда, всегда, никогда не забивали, во время обеда они молились и благодарили Бога. Мы думали, что, ну, бабушки, а не вот так. Оказывается, нет. Сегодня мы поняли, что в любой момент ты кушаешь, и в этот момент может попасть бомба. И вот в этот момент ты начинаешь ценить каждое мгновение жизни, подаренное Богом тебе, твоей семье. Вот это ответ на ваш вопрос. И вот тут прочла, у вас написано «С любовью к России». Да? Я вот как раз это хотела еще сказать. Дело в том, что я-то родилась, у нас дом был там, где цирк, рядом там дома. И вот когда нам в 58-м году давали вот здесь, на Киеве, на квартиру, моя мама плакала. Вы знаете почему? Потому что это была самая-самая окраина. Я к чему это говорю? Что все, что было построено в Армении, вот эта улица, все эти проспекты, начиная с здания Академии наук. Я не знаю, ЦК КПСС это красивейшее здание, которое до сих пор там, не будем. Короче, весь город построен был за 70 лет коммунистического строя Советского Союза. То есть в единении, когда армянский народ был в единении с общим, как бы сказать, коммунистическим народом. Но я сейчас не хочу коммунизм восхвалять. Я хочу сообщество восхвалять, которое ставило перед собой задачи пятилетние и с достоинством выполняло их. Потому что давайте посмотрим. Всего просуществовал Советский Союз 70 лет. И дважды были две страшнейшие войны. Первая мировая и Вторая мировая. И после того, как на руинах Российской империи, а потом уже после Второй Великой Отечественной войны, это была разруха страшная. Но посмотрите, сколько домов построено. Я уже не говорю о тысячах фабрик и заводов. Во время Зарубяна 85 столько научно-исследовательских институтов. Матына-Даран, здания оперы, театры, музеи. Перечислить невозможно. Сейчас у нас 30 лет независимости. Я хочу, чтобы мне кто-нибудь сказал что-нибудь грандиозное, которое можно сравнить с тем, что было сделано за те 70 лет. Есть? Нет. Я поэтому самая рьяная, самая активная женщина, которая хочет, чтобы опять наши народы воссоединились. Вы понимаете, не обязательно, чтобы мы были в одном государстве. Это не обязательно, но мы должны свои культурные, экономические связи возрождать. Потому что в этом возрождении именно возродилась моя Армения. Вот такой Dawne- absolut mengенsta. В этом году мы должны проблемы вместе с каждым disappровinnом для этого, 싶 consigo бы есть, чтобы он былitions, чтобы нашим народский. Играет музыка. 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 мы можем соблюдать свои традиции только в том случае, когда мы их привязываем к современной жизни. Брать только традиционную армянскую женщину, которая сидела дома и только варила обед, и была абсолютно, да, вот такой какой-то очень домашняя сегодняшняя женщина, которая обязательно должна где-то работать, иметь какие-то интересы и все время развиваться, да. Вот, может быть, вот эту традицию именно вот такой, знаете, хранительницы очага, сохраняя в себе, она должна все время быть в ногу са временем. Потому что, если она астанится в 19 веке, то 21 век будет никому, особо не позволяем. Веранчжан, каарцюм им, что Райкина, дарели инфрацкум, патрутины, инфрацкум ааранцинакал элли, азгайи н тесаков, мэр авандакан аржеккнеров, мэр Райеки, Райкакан керпалов, мишт Райкина ааранцинакал элли, и, по словам, это было, и для многих тем иным. И вот, каарцья мне скажу, что Райкина, каарпалов, миштинакал элли, и для меня отличный, мишт,dr sedan аминагоз, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...